всем привет сегодня с вами хочу поделиться своим мнением поступает много вопросов о том в чем разница между зефирным фоамираном шелковым и зефирно-шелковым поэтому я решила снять вам небольшой видео обзор и мы сегодня с вами разберемся в чем же все таких есть разница или ее нет итак начнем это у меня фоамиран зефирный зефирно-шелковый и шелковый фоамиран все они представлены у меня в белом цвете как видите немножко есть небольшое отличие слегка и желтый оттенок у зефирно-шелкового фоамирана по внешнему больше они никак не отличаются но единственно можно как-то определить еще на ощупь но если честно они тоже достаточно все мягкие приятные на ощупь что тяжело будет различить и понять что конкретно вы держите в руках ну и сейчас мы проверим их свойства для начала мы начнем зефирного фоамирана будем нагревать его на утюге и попробуем его растянуть посмотрим как он у нас растягивается как видите он не сильно пузырится но есть такие вот небольшие пузырики опять-таки если полоска будет пошире побольше то естественно пузырей будет побольше ну что вот таким вот образом нас растягивается берем зефирно-шелковый фоамиран тоже есть кое-где небольшие пузырики но и вообще практически они незаметны далее мы будем растягивать уже шелковый фоамиран даже в руках очень хорошо и мягко тянется уже укладываем на утюг нагреваем он тоже практически не пузырится практически у него нет пузырей как у зефирно-шелкового фоамирана ну что практически одинаково у нас растяжение все три образца практически одинаково мне растянулись далее мы с вами попробуем склеить фоамиран между собой практически уже на все знают то что зефирный фоамиран очень хорошо склеивается между собой с таких так называемых трубочек можно делать будет разные серединки либо основы для цветов либо даже стебли можно делать в общем уже как говорится у кого какая будет фантазия хорошо прогреваем на утюге и при помощи обычной губки мы будем скручивать трубочку вот таким вот образом трубочку это можно будет растянуть и у нас получается вот такая вот заготовка как я уже говорила для серединки либо для стебля можно небольшого использовать далее все то же самое мы делаем и зефирно-шелковым фоамираном чуть-чуть повышенную ногу вложим было лучше видно прогреваем на утюге и при помощи губки скручиваем и точно также растягиваем даем остыть в таком положении вот такая трубочка получается то же самое мы повторяем и с шелковым фоамираном как видите практически свойства у них у всех одинаковые да то есть мы с вами посмотрим растяжение у нас получилось одинаковое трубочки мы сейчас с вами делаем сейчас посмотрим что у нас получится с шелковым фоамираном и растягиваем и вот такая трубочка получилась из шелкового фоамирана как видите можно трубочку растянуть побольше да то есть посильнее на ее натянуть можно сделать натяжение поменьше тем самым трубочка у нас получается более такая толстенькая плотненькая также еще я сделала отпечатки отпечатки делала на вот таком вот молде это молд гортензии молд от магазина make flowers ссылочки оставлю в описании на все материалы которые сегодня показывают и конечно же на молды на этом молде я сделала отпечатки каждого фоамирана это зефирный фоамиран зефирно-шелковый и шелковый как видите отпечатки получились у всех одинаково отпечатки в достаточно четкие видны все прожилки и конечно же виден контур и так давайте подведем итоги сегодня мы с вами фоамиран растягивали скручивали склеивали его между собой и отжимали на молдах как видите у нас все получилось практически все одинаковое да и никаких различий между фоамиранами на мой взгляд нет хотела бы узнать ваше мнение оставьте пожалуйста его в комментариях расскажите каким фоамираном вы чаще пользуетесь и замечаете ли вы разницу между зефирным фоамираном зефирно-шелковым и шелковым ну а я надеюсь вам было со мной интересно и полезно оставляйте пожалуйста ваши комментарии лайки всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok